Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы послушаете книгу шведского художника и писателя Сфена Норквиста «Петсон Густин». На дворе стояла осень. Петсон сидел на кухне и протягивал утренний кофе. Он с тоской смотрел на серое небо за окном. Настроение у него было припорошевое. Зато Финус веселился вовсю. Он ни секунды не мог усидеть на месте, да ему и не хотелось. Он пронесся вокруг стула, поймал себя за хвост, скачал на стол, глотнул кофе, схватил кусочек сахара, швырнул его на пол, соскочил со стола, запрыгнул на диван, потом снова на стол. «Успокойся!» – прошипел Петсон и тихо вздохнул. «Уф! Ну иди! Настроение чудовищное! Ничего не охота делать мне!» «Вот и отлично!» – сказал Финус. «Значит, будем целый день играть!» «Ну уж нет!» – возразил Петсон. «Пойди-ка поиграй сам! И лучше всего в другом месте!» «Да я уже! Я хочу поиграть с тобой! Прямо сейчас! Можно поиграть? Почисти кота! А ты так и будешь котом!» «Не хочу я играть!» – был Петсон. И стал смотреть куда-то вдаль. «Мне некогда! Мне надо рубить дрова!» «Ну я не хочу рубить дрова! Мне надо вскопать грядки! Но я не хочу вскапывать грядки! Хочу только сидеть здесь и грустить!» «Чего тебе грусти? У тебя ведь есть я! Вот смотри!» Финус наступил на чайную ложку, которая лежала под блюдечком. Блюдечка подпрыгнула и затем на чашку раздался звон. Между прочим, сделать это было не так-то и просто, чтобы получился звон, а не обычное гребежение. Блюдце нужно было виртуозно подкрутить. Финус попробовал еще разок, попробовал снова и снова. Но звон и не получалось. Финус хмурился все больше и больше. После пяти попыток, из которых всего одна была удачная, он не выдержал и закричал. «Прекрати немедленно! Не могу выносить шум, когда у меня плохое настроение! Сегодня у нас будет тихо! Сядь спокойно, напивай кофе и держи себя в лапах!» Котенок сел спокойно и стал держать себя в лапах. Но очень скоро внутри у него что-то заворочилось. И Финус услышал веселую мелодию, которая очень просилась наружу. Финус запел. Он старался петь как можно тише и медленно сползал со стула и в конце концов улегся на спину. Задними лапами упрошился в край стола и стал слегка покачиваться на стуле. Кач-кач, кач-кач, кач. «Интересно, а стул может стоять на двух ножках?» – подумал Финус. «По крайней мере, в отличие от Глюца, он медленно бежит». Финус попробовал еще раз. Кач-кач. Стул качнулся и снова устал на четыре ножки. Финус попробовал снова и на этот раз. Оттолкнулся с ними и тут бах! Стул полетел на пол. Котенок кубарем покатился по полу. Задел пустое ведро, которое с крохотом загружилось на кухню. У Пэтсона перекосилось лицо. Борода стала дыбом. Он стукнул колоколом по столу и закричал. «С меня хватит! Не может сидеть спокойно. Иди гуляй! Не могу больше шума от этого носить. У меня плохое настроение. И я хочу, чтобы меня оставил ты в покое!» Котенок уставился на хозяина. Таким злым он Пэтсона никогда не видел. Пэтсон тяжело вздохнул и вздулся. Как проколотая камера. Вид у него был бесконечно несчастный. «Прости, Финдус!» – устало сказал он. «Я знаю, что нельзя так кричать на своих котов. Но сегодня такой ужасный день! Хочется, чтобы он уже как можно скорее закончился!» И Пэтсон снова повернулся к окну. «Сегодня он по-настоящему грустил», – подумал Финдус. «Надо бы его как-нибудь развеселить!» Тихо, как мышка, он спрыгнул котенок на стол. Подкрался Пэтсон и поднял один коготочек. Это означало «Хочу кое-что сказать!» «Ну что еще?» – пробормотал Пэтсон. «Пойдем на рыбалку!» – прошептал Финдус. «Тебе сразу станет веселей!» «Фу! Ни за что!» «Вообще не хочу выходить я на улицу сегодня! Там холодно и мокро, да и рыбы никакой в помине нет!» «Нет уж! До самого вечера я не сдвинусь с места!» «А как наступит вечер, отправлюсь я спать!» «Полная безнадега!» – подумал Финдус. И вздохнул почти так же тяжело, как Пэтсон. «Точно не знаю, что на рыбалке ему станет веселей!» «Ведь с ним так всегда!» «А что, если попробовать, все же его тихонечко уговорить!» Финдус прыгнул лапом, открыл кухонный шкаф, стал выгребать оттуда кастрюли, сковородки и, наконец, достал большой таз для рыбы. Похожий на лодку, котенок приволох две деревянные ложки, сел в лодке и поплыл. Он забросил удочку и очень скоро у него клюнуло. Первая оказалась полосатая щука. «Небольшая, но очень веселая!» Финдус укратко взглянул на Пэтсона. Тот по-прежнему таращился в окно. Котенок продолжал рыбачить. Рыбы было так много! Финдус наловил полную лодку рыбы. Каждый раз, когда что-то попадалось на крючок, котенок шептал «Вот это да! Снова клюет!» И сразу же косился на Пэтсона. Но он, не открываясь, смотрел в окно. И тут Финдуса попался на крючок самый полосатый в мире суда. Котенок изо всех сил схватился за удочку. Он пыхтел, он сопел, он так старался. И все поглядывал на Пэтсона. Но Пэтсон молчал. Наконец он не выдержал и краем глаза взглянул на котенка. Но с места не сдвинулся, а только сказал «Я не пойду на рыбалку!» И снова встанет в окно. Словно тухлый селедки объелся, подумал Финдус. Но я этого так не оставлю. Но он от меня так просто не отделается. Финдус помчался в сарай и разыскал чучело плотвы, прикрепленное в большой деревянной доске. Внизу была табличка с надписью «Жирная плотва», поймана Пэтсоном в 1933 году. Это была самая большая плотва, которая доводилась поймать Пэтсону. Он сначала сделал из нее чучело и даже хотел повесить на стену. Финдус привязал к рыбине леную веревку и засунул свое изобретение в чемодан. Чемодан Финдус отнес на кухню и поставил у стола прямо напротив Пэтсона. Он зажал лапе веревку от рыбины, запрыгнул на стол и стал ждать, когда Пэтсон спросит, что у него лапа. Довольно долго Пэтс одел вид, что не замечает котенка. Наконец его терпение лопнуло, и он сердит и фыркнул. «Ну что там еще, а?» Финдус протянул Пэтсона веревку из крышата. «Сюрприз!» Пэтсон потянул и вытащил на стол рыбину. «Ух ты, у тебя клюет!» – завопил Финдус. Пэтсон слегка логнулся, но только самым краешком в губ. «Не хочу», – сказал он, и усталился опять в окно. «Но это уже никуда не годится!» «Пэтсон», – подумал Финдус, – «ты же хочешь пойти на рыбалку? Надо только поднять тебя с этого старого дивана». Котенка побежала в дровяной сарай, чтобы найти удочку Пэтсона. Она висела на стене. Финдус задумался. Дверь была его открыта. Увидев, что Пэтсон все еще сидит на кухне, Финдус закричал за всех сил. «На помощь, Пэтсон! Спаси меня! Я застряла!» Пэтсон поспешил в сарай. Котенок быстренько засунул лапу под большущее бревно, лег на спину и снова завопил. Тут же прибежал хозяин. «Что случилось? Ты ударился?» «У меня лапа застряла!» «Ну, вытащи меня!» – захмыкал Финдус. «Что тебе здесь нужно было, скажи мне?» – просил Пэтсон, когда ему удалось вытащить котенка из древна. «Да я хотел достать удочку и пойти на рыбалку. А бревна вдруг покатились. Помоги мне дотянуться до удочки!» «Но ты ведь все равно не дотащишь такую длинную удочку до озера!» – сказал Пэтсон. «А вот и дотащу!» – важно, – ответил Финдус. И, прихрамывая, вышел из сараи. «Раз никто не хочет идти со мной, я пойду один!» «Дай мне удочку, и ты увидишь, что я не только дотащу ее до озера, но поймаю штук десять огромных куней!» И сам принесу ее домой. Пэтсон протянул Финдусу удочку. Котенок положил ее на плечо. Он весь согнулся под тяжестью. Удочки не мог сдвинуться с места. Лапы у него так дрожали, и он выглядел совсем несчастным. Пэтсон не выдержал и рассмеялся. «Нет, малыш, так ты до озера не дебрешься!» «К тому же у тебя поранила лапочка!» «Я все равно пойду!» – сердето прошипел Финдус. Тут Пэтсон сдался. «Ну, будь по-твоему, пойдем на рыбалку!» Пэтсон принес рюкзак и сапоги. Накопал в огороде червяков, потом посадил котенка в рюкзак, за лодочку и двинулся в путь. Кругом стояла полная тишина. Воздух был влажный и прохладный. «Как хорошо пройтись немножко, а не сидеть дома и тратить время на плохое настроение!» – размышлял Пэтсон. И вскоре он совсем забыл. «Почему?» Еще давнее-давно у него было такое плохое настроение. Они пришли на поляну и по тропинке вышли к озеру. Пэтсон спустил лодку на воду и начал блести. Финдус уселся на носу и стал высматривать щук. «Гигантские щуки бывают довольно жуткие. Финдус их, конечно, совсем не боялся. Он вообще ничего и никогда не боялся. Особенно он не боялся гигантских щук. Которые не приплывали слишком близко. Финдус обожала рыбачить. Он так разволновался, что больше не мог молчать. «А представь, что мы пойдем поймаем вот такую огромную щуку, и она как прыгнет и укусит тебя. А я ее как схвачу, как швырнула одну лодкой». И Финдус начал бороться за щуку и схватил ее за хвост. Слава Богу, Пэтсон успел поймать за хвост Финдуса, когда тот уже летел в запад. «Сидись спокойно!» – строго сказал Пэтсон. И усадил его на лапку. Потом прошептал. «Слышишь, как тут тихо! Так приятно иногда послушать тишину!» Финдус понял, что ему осталось еще немножко потерпеть, но настроение у Пэтсона улучшится окончательно. В минут пятьдесят они сидели тихо-тихо. Слышно было только, как за бортом плещется вода. Серое озеро, серое небо, темный лес вокруг. Листва уже облетело. Яркие красоты уступали место зимней палитре. Все кругом было серо-зеленым и коричневым. От влажного воздуха цвета стали насыщенными, и лес как будто светился. Пэтсон подумал, что осень даже красивее, чем лето. «Отличная идея была пойти на рыбалку», — сказал он. «Еще бы!» — согласился Пэтсон. И тут удочка дрогнула. На крючок попался довольно большой окун. Пэтсон страшно развеселился, начал рассказывать смешные истории и вообще стал обычным Пэтсоном. Они сидели еще довольно долго, пока каждый не поймал по окуню. По дороге домой Финду сказал. «А после ужина, когда ты наколешь дрог, мы будем играть». «Но мне ведь надо еще вскопать грядки», — взросил Пэтсон. «Ну ладно, вскопай половину, потом будем играть». «А как твоя лапа?» «Все в порядке у меня, она и не болела, мне пришелся обмануть тебя, чтобы вытащить на рыбалку». «Ну и чертенок же ты!» — усмехнулся Пэтсон. «Всегда своего добьешься. Придется поиграть с тобой, хотя бы мне совсем не хочется». «Хочется, хочется!» — воскликнул Финдус. «Уж я знаю, о чем говорю». «Музыка». Продолжение следует...